Оживить нельзя забыть. Судьбу трех республиканских журналов решали на отчетном собрании писателей Чувашской Республики. Какое будущее уготовано сатирическому изданию «Капкан» журналом «Лик» и «Таван Адал» обсуждали вместе с руководителями профильных министерств, писатели, редакторы периодических изданий. «Капкан» — чувашский сатирический журнал. Не выходит в свет с прошлого года. Издание не окупается. Мининформполитики в 2016 году вложила в журнал более 1 миллиона рублей. Прибыль он принес 237 тысяч. Читатели говорят, что сатира скатилась на уровень перевода анекдотов на чувашский язык. Местный колорит пропал, а за ним и интерес. Непопулярен и журнал «Лик», размещающий на своих страницах русские произведения местных писателей. Тут возникли очень большие трудности. Издателем этих журналов, газет было Министерство печати информации. Вот писатели сегодня высказывают мнение, что пора передать Министерству культуры. Вопрос передачи журналов от Мининформполитики в Минкультуры Чувашии и стал ключевой темой отчетного собрания писателей республики. Мысль здравая, если учитывать разницу функций газет и журналов. Газеты все-таки функции выполняют сегодня, как информация. Для того, чтобы оперативно сегодняшнюю информацию от событий, да если до населения, вот области до населения и обратно. А у журнала функция немножко другая. Они развивают культуру. Они показывают творческую чью-то работу по отдельной теме. Вместе с Капканом и Ликом в одном ряду стоит республиканский журнал «Тван Адл. Родная Волга». Правда, его выход не приостановили. Более того, увеличивается тираж журнала. В 2018 году уже вышли три номера. На его страницах объединились писатели из трех разрозненных союзов писателей Чувашии. По своей стороне это вопрос и пожелание. Я думаю, в ближайшее время мы рассмотрим. И хотел бы сказать, что, может быть, наверное, это будет намного интереснее. Писатели надеются, что с переходом под крыло Минкультуры публикацию журналов «Лик» и «Капкан» восстановят. Правда, источник финансирования будет по-прежнему государственный. Никто не отменял и вопрос качества литературных творений. Читать буду то, что интересно. Ирина Волкова, Алиса Русакова, Александр Петров, Борис Андреев. Республика.